В новый 2021 год Пенза вошла без задолженности бюджета. На внеочередной сессии городской думы депутатам сообщили, как будут истрачены деньги, которые приберегались на случай необходимости оплаты кредитов. 33 миллиона рублей потратят на выкуп земли для муниципальных нужд. В целях строительства линейного объекта это транспортная развязка на 624 километре автомобильной дороги М5 Урал города Пенза. 35 миллионов это на программу наказа избирателей и 39 миллионов 22 тысячи рублей это на расходы по содержанию автомобильных дорог, мостов, путепроводов, дорожных знаков. В итоге, учитывая ранее принятый бюджет, каждый из депутатов получит на исполнение наказов избирателей по 2 миллиона рублей. Ещё 118 миллионов потратят на реализацию программы переселения из ветхого и аварийного жилья и оплату работ по реконструкции скверов в центре Пензы. На улице Красной построят корпус детского сада. На что ещё нужны городу деньги, депутаты говорили и при обсуждении последствий снегопадов. Дороги убирают, сугробы вывозят, но не так быстро, как этого хотелось бы горожанам. Когда в Москву выезжают, там такая техника уже есть. Надо просчитать экономически. Она человек 50 сразу ручников, как я их вот называю, заменит. Потому что она малоподвижная, то есть малогабаритная, но она подвижная такая. У неё и ковш, и щётки, и всё остальное. Надо рассмотреть этот вопрос и запустить по тем же тротуарам, по тем же пешеходным переходам. Депутат Людмила Коломытцева спросила, кто сейчас чистит проезды во дворы многоэтажных домов. Туда порой не то, что легковые, скорая и даже пожарные машины не проедут. Много лет подряд это является проблемой. Управляющая компания не хочет чистить, да и, собственно, не должна, потому что эта земля к дому не относится. У администрации в контрактах Дормоста этих участков нет. Часть участков уже включили в контракт Дормоста, а те, которые у нас остались, сейчас силами районной администрации. Подрядная организация, которая есть в районе. В ходе сессии был рассмотрен ещё один вопрос о применении к трём депутатам мер ответственности за допущенные в поданных декларациях о доходах ошибки. После недолгой дискуссии народным избранникам вынесли предупреждение. Субтитры создавал DimaTorzok